МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Прямой выезд с металлурга на Московское шоссе. В Самаре начался ремонт улицы Алма-Атинская. Чем живет Самарский район? О проблемах и чаяниях глава города узнал на встрече с активистами. Физкультура на берегу Волги. Сегодня в Самаре стартуют открытые соревнования по пляжным видам спорта. Дорожников, которые, проводя ремонт, захламляют газоны и тротуары, будут штрафовать. Задачу навести порядок на важных объектах строительства поставил глава города Олег Фурсов на совещании в Самарском районе. Для исторического центра проблема особенно актуальна. Строительный мусор не только создает неудобства для горожан, но и может нанести вред уже отреставрированным зданиям. Самарский район, как исторический центр, должен соответствовать своему статусу, представлять историю города и его современность. А потому особое внимание вопросам благоустройства и улиц и дворовых территорий. Олег Зверев выслушал планы. Уютный Самарский дворик в историческом центре. Чисто ухожен на кругом цветы. Жители теперь на фотографиях показывают главе города, что здесь было раньше. Двор был похож на свалку до тех пор, пока за дело не взялась общественность. А теперь и вовсе здесь будут проведены работы по программе «Комфортная городская среда». Создалась новая команда, жильцов не курим, не пьем и поставили цель сделать город сад. Жильцы здесь сами создали совет НКД, вот члены правления у нас, да? Ну у нас ни ТОС, ни… да, вот меня тут на днях выбрали. И они, ну мы конечно совместно, но вообще инициатива была жильцов, сами подали заявку в комфортную среду на 2 миллион 300 и у них подтверждено финансирование. Сами разработали проект на основе пожеланий жителей. В Самарском районе 34 двора будут комплексно благоустроены, но программа не завершается, со временем «Комфортная среда» придет в каждый двор. Кроме того, есть возможность получить дополнительную поддержку общественных инициатив. Каждый район, значит, вот Самарский, там не самый крупный, могут получить до 2,5 миллиона рублей, это важно, на реализацию общественного проекта. Вы захотите, чтобы себя во дворе создать, кроме того, что предусмотрено вот этими деньгами, объединяетесь, так сказать, обсуждаете, что вы хотите. А этот адрес – улица Куйбышева, 129. Здесь проведен ремонт фасада, но жители жалуются, что катурка уже отлетает, подрядчика заставят устранить неполадки. В целом двор достоин поддержки, он уже сейчас выглядит, как настоящий цветущий оазис в историческом центре города. Это могло бы стать примером для других жителей, ведь в Самарском районе каждое второе здание – это и культурное наследие, и архитектурный шедевр. И этому особое внимание. О перспективах говорили уже на совещании, которое провел глава города Олег Фурсов. Проблем в районе немало, многие начинают решаться. Идет реставрация фасадов, благоустройство дворов, ремонт дорог. Вот только дорожники не всегда с уважением относятся к горожанам. Выполняя свою работу, захламляют тротуары и газоны. До понедельника рабочие должны навести порядок. Большой процент дорог находится сейчас в ремонте. Дорожники взяли на санитарное содержание дороги, но за ними должного ухода не осуществляем. Повсеместно мы видим грязевые накопления, песок. Сейчас ветра начнутся, вся эта пыль будет в воздухе, мы будем дышать, травиться всем этим. И всю красоту, которую наводим на фасады, мы ее испортим. Поэтому здесь прошу принципиальную позицию проявить. Сергей Горчевоперов ваш, потому что период уговариванный, он прошел, всем все было сказано неоднократно. Значит, не понимают, придется наказывать. Самарский район постепенно преображается. Большая работа по реставрации проводится на гостевом маршруте Мундиале. Сегодня задача сделать район таким, чтобы он смог достойно представлять как истории города, так и его перспективы. Олег Зверев, Василий Колдашов, События. Улицу Алма-Атинскую в Самаре приведут в порядок уже к середине августа. Дорогу, которая имеет принципиальное значение для города, начали ремонтировать. Более 4 километров пути соединяют Московское шоссе с Металлургом. Чтобы не мешать движению, все работы проводятся в ночное время. Автолюбители, которые часто ездят по улице Алма-Атинской, не раз вспоминали крепким словом ее состояние. Дорога, которая соединяет важнейшие городские микрорайоны с Московским шоссе, была полностью изношена. И вот теперь на улице начался ремонт. Ночью одну ее сторону прикрывают, а днем движение возобновляется в обычном режиме. Основные работы проводятся ночью, чтобы не усугублять пробку, которая формируется здесь днем. По этой поверхности должны 10-12 раз пройти два катка разной массы, чтобы достичь необходимой степени уплотнения. Так, чтобы уже через час по свежему асфальту могли поехать машины. Ремонт улицы Алма-Атинской проводится по программе безопасной и качественной дороги. Предстоит уложить новое асфальтобетонное покрытие на протяжении более 4,5 километров. Согласно контракту, гарантийный срок 2 года, но подрядчик обещает, что нормативное состояние улицы сохранится на все 5. Контроль качества проводится на всех стадиях ремонта. Приезжая на объект, проводится визуальный осмотр, очистки поверхности от фрезерования, от мусора, от пыли, розлив битомной эмульсии. Проверяется температура асфальтобетонной смеси. За одну ночь подрядчик укладывает порядка 3000 квадратных метров. Это около 500 тонн горячего мелкозернистого асфальтобетона. Получается примерно полкилометра. Скоро должны закончить. Начали 5 дней назад, завершим через 3-4 дня. Но тут у нас разделено по участкам. У нас сейчас сфрезеровано от Карла Маркса до Московского шоссе. Следующий участок будет от Олимпийской до Карла Маркса. Улица Алма-Атинская для города имеет принципиальные значения. Это прямой выезд с Московского шоссе на Металлург. Когда закончится строительство развязки на 18-м километре, эта дорога станет важной ее частью. Полностью участок обещают сдать уже к середине августа. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Стихийная торговля постепенно уходит в прошлое. В Самаре демонтировали еще несколько незаконно установленных киосков. На протяжении многих лет павильоны работали исключительно на доход их владельцев. Люди не платили за аренду земли, незаконно пользовались электричеством и водой и совершенно не заботились о чистоте. Свидетелем финала жизни одного из таких киосков стала Марина Матвейшина. Сервис на все случаи жизни. Тут и кормили, и обувь ремонтировали. Но сегодня многофункциональный киоск не работает. Его готовят к отправке на штрафстоянку. Павильон стоит здесь незаконно. Пока специалисты отключают его от электричества, внутрь по-хозяйски заходят люди. Правда, от владения киоском они открещиваются. Когда продукты, мебель и оборудование вынесены на улицу, специалисты начинают демонтаж. В это время подъезжает еще один мужчина, который называет себя заместителем хозяина киоска. Он решительно не согласен с происходящим и планирует обращаться в суд. Незаконно выполняется вопрос. Во-первых, Ильяде надо было отправлять письмо. И как письмо нет, вы не имеете права. В ход договор прочитали. И вопрос второй, почему только начинать с середины? А какая разница? Разница большая. Вот, пожалуйста, середина. Начинать или с того конца, или отсюда. Почему именно середина? То, что вы незаконно делаете, я за это буду обжаловываю. Мужчина утверждает, договор аренды земли на руках имеется, и деньги выплачивались регулярно. Но чеков не выдают, а потому предъявить их он не может. Официальная точка зрения на ситуацию ровно противоположная. Вот на этой территории, рядом с магазином «Кристалл», сгруппировано достаточно много несанкционированных объектов. Все они подлежат демонтажу и вывозу. Вот, работа здесь будет продолжена. Сегодня демонтируем один объект, в ближайшее время демонтируем все остальные объекты. В этом году с улиц города убрали 106 незаконных объектов потребительского рынка. Причем только 9 из них за счет бюджета города. Об остальных павильонах позаботились их владельцы. Это избавило их от штрафов и лишних хлопот. А горожан – от непрезентабельных видов и антисанитарии. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События. Роял-флэш выигрыша не принес. В советском районе Самары накрыли покерный клуб. Спецоперацию провели полицейские совместно с сотрудниками отряда СОБР Омега. В помещении, оборудованном под игорное заведение, на момент проверки находились 20 человек – сотрудники клуба и любители азартных игр. С места происшествия изъяли столы, колоды карт, свыше тысячи покерных фишек различного номинала, черновые записи, телефоны и компьютеры. Установить удалось и предполагаемого организатора. Сейчас мужчина под подпиской о невыезде. На него заведено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Ему может грозить два года лишения свободы. Далее коротко о других событиях дня. Под Самарой беременную женщину убили ударом, нажав живот. Трагедия разыгралась в селе Верхняя Солянка. Опросив свидетелей, полицейские установили, что к преступлению может быть причастен 23-летний местный житель, который жил с погибшей. Младого человека задержали. Ранее он был судим за кражу. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Трое детей пострадали в ДТП на трассе Тольятти-Хрящевка. Как выяснили полицейские, грузовик ЗИЛ, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Калину. Произошло столкновение. Травмы получили оба водителя, а также пассажиры легковой машины. Женщина, два 10-летних мальчика и трехлетняя девочка. Пострадавших госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает. 26-летний мужчина утонул в озере, запутавшись в водорослях. Это произошло в отрадном. К спасателям обратились родственники погибшего. Водолазы обследовали около 600 квадратных метров дна озера Осиновское и обнаружили утопленника на глубине 3 метра. Причина трагедии очевидна, говорят спасатели, при небрежении правилами поведения на водных объектах. Нужно всегда помнить, что купаться безопасно только на благоустроенных пляжах. РКЦ «Прогресс» завершит летные испытания ракеты «Союз-2.1В» в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Ракетно-космического центра «Прогресс» Александра Кириллина. Испытания подразумевают пять пусков. До 2025 года машина будет работать с двигателем НК-33. Никакой замены не предусматривается. «Союз-2.1В» — это двухступенчатая ракета-носитель легкого класса, предназначенная для выведения аппаратов на круговые орбиты высотой до 1500 км и солнечно-синхронной орбиты высотой до 850 км. На переправе «Октябрьский спуск» Рождественно пустит дополнительные рейсы 20 июля. Первый рейс до Самары отправится в 19.00. В обратном направлении паром отойдет в полночь. Согласно данным на сайте Самарского речного пассажирского предприятия, стоимость проезда для взрослых граждан составит 60 рублей, для детей — 30 рублей. За перевозку велосипеда нужно будет заплатить 100 рублей. Тариф для мопедов и мотоциклов составит 180-270 рублей. Перевозка автомобиля обходится дороже. Физкультура на берегу Волги. Сегодня в Самаре стартуют открытые соревнования по пляжным видам спорта. Волейбол, футбол, теннис и регби. Стать участниками турнира могут все желающие. Уже поступило более тысячи заявок, в том числе из других регионов и стран ближнего зарубежья. Игры уже начались, но официальное открытие соревнований пройдет в субботу. Что ждет спортсменов и болельщиков, узнала Алина Чемерес. Сегодня Самарский пляж становится центром спортивной жизни города. Трибуны, корты, зоны отдыха. На берегу Волги в районе второй очереди набережной готовятся встретить тысячи гостей. На открытом фестивале пляжных видов спорта пройдут соревнования по регби, теннису, футболу и волейболу. Заявки на участие поступили со всей России и из других стран. Организаторы считают Самару лучшим местом для проведения такого рода турниров. В Самаре это будет то, что нужно. И хотели провести, конечно, именно в Самаре. Набережная, она прям примыкает к пляжу. И все очень компактно. Много площадок можно поставить. У нас будет только по пляжному волейболу больше 20 кортов. Лучшие спортсмены получат подарки от спонсоров и солидное денежное вознаграждение. Призовой фонд соревнований – полтора миллиона рублей. Турнир с видом на Волгу продлится до 23 июля. Постепенно Самара уже становится центром пляжных видов спорта. У нас проводится большое количество мероприятий. Как по пляжному футболу у нас проходит чемпионат России, Кубок России. Как по пляжному теннису проходит Кубок России ежегодно. Открытые соревнования по пляжным видам спорта станут большим городским праздником. Жители ждут культурная программа «Интерактивная площадка для детей». Также все желающие смогут стать участниками бесплатной лотереи и розыгрышей. Алина Чемерес, Дмитрий Мишканцов, События. И вот какие репортажи сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Ели лягушек на острове голодные. Дети, отдыхавшие в нелегальном лагере, поделились подробностями отдыха. Следить за капремонтом домов теперь можно в режиме онлайн. Самара – первый регион в России, который стал устанавливать видеокамеры на стройплощадках. Баттл поваров пройдет в Самаре в эти выходные. За право принять участие в крупнейшем фестивале еды поборются лучшие кулинары области. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова